Манана выходит из беоробота, становится рядом. У нее большая такая тонкая копия. То есть тонкая копия внутри, вокруг нее. Похоже на паутину. Такие переплетения, они как эластичные. Она стоя в них стоит, а она как спит. Понятно. Хорошо. Больше ничего нет? Нет. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Манану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Мананы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Манану. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс? Она спит, у нее закрыты глаза, она тебя не слышит. Да. Она в эластичных вот этих… Понятно. Узорах. Скеннер. Она как так покачивается. Скеннер, разрежь эту голограмму, выведи ее полностью из биополя. Пошел процесс. Как выходит, сворачивай это в шар, отправляй в клетку тюрьмы. Это все далеко наверх. Чуть громче, Вера. Куда она уходит? Эти эластичные нити, они как не кончаются вверх, куда-то уходят. Шар в клетке. Отлично. Манана, вы меня слышите? Она начинает двигаться, и на их глаза трудно открыть, они как слеплены руками. Их трет. Включаем внутренний белосвет. Манана, летим светом. Она выдавливает из себя все негативное, патогенное низкоаберационное. На частоте этой сетки все выходит, формируется перед ней в шар. И, ребята. Все выходит, летит в шар. Она как слизь тебя снимает с лица, с тела. Даю ей 100% энергии, пошел поток. Шар вышел, она говорит, господи, что со мной случилось? Где я, что происходит? Манана, вы находитесь на чистке. Вы к нам обратились на чистку. Мы именно те, кто вам может и должен помочь. Вы помните об этом? Мы сняли с вас сейчас все, что находится в клетке-тюрьме. И нам нужно ваше разрешение на работу. Вы его даете? Она вокруг смотрит, оглядывается. Раз я так решила, то даю. У нас еще шар этот висит, который вышел. Отправляю в клетку-тюрьму. Хорошо, от этого шара и этой накидки. Выстраиваются прямые каналы к ответственным 1, 2, 3. И с силами его намерения я их притягиваю в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Становятся моими заложниками. Ящерку манает. Снимаются маски и голограммы сущности. Представить согласно своему эфирному коду ДНК. Ящерку манает, да. Хорошо, считай цифру ящера над головой. 342. Он вот этот шар, который с нее вышел, что я говорила, рвет. Да. Второй. Там какие-то энергии, они как мед. И он облизывается от ее энергии. Облизывается. Которыми он питался внутри, да. Хорошо. Облизывайся. Пока у тебя есть время. Пальцы или такие у него попрыщи, какие-то лапы. Он их облизывает. Возможно, это последнее, что ты будешь делать. Это твой последний ужин. Перед тем, как я в моих руках достаю, появляется шар живой плазмы. И вот я сегодня поделю этот шар на две части. Один заткну тебе в рот. А второй отдам куманоиду. Он подпрыгнул от неожиданности. Вот, вот, вот. А потом я открою портал в галактическое ядро и скину вас. Хотя я могу этого не делать. Отправлю вас в таком состоянии на вашу чистоту. Представляете, что долетит. Итак, ящер с гуманоидом. Вы стоите ровно. Я сейчас буду задавать вам вопросы в процессе работы. Вы будете на них отвечать. Манана дала нам разрешение на работу, Вера. Она дала на работу, да. Хорошо. Но они не поняли, что такое. Стоите ровно. Стоите ровно. Это значит, не мешаете мне работать. Отвечаете, когда я буду спрашивать. Даю команду на счет риска. Она расканирует пространство над головой Мананы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Становится ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует систем тонких тел Мананы. Находит все. У него выскочил без. Хорошо. Инкуб. Инкуб. Элизард. Элизард. Хорошо. Откуда гуманоид? Уже там не знаю откуда. На разных объектах бывает. Что это за ответ такой? Орион, Сириус. Все мой родной дом. Орион, Сириус. Понятно. Итак. Начинаем работать. Даю команду тонкой копии Мананы, спроектировать все энергетические и сферические каналы ко все ответственным подселенцам. Каналы выстраиваются также их шару с сеткой. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены получить от них возвращаются к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сканеры, дай мне полноту души Мананы на настоящий момент. 54 процента. 54 процента. Кто украл 46 процентов из вас? Ящер, гуманоид. Мы ее съели. Вы ее съели. Где копии находятся? В хорошем месте. Это кто говорит? Две копии. Кто это сказал в хорошем месте? Ящер. Ящер получает удар. На его территории они. Ящер получает удар. 250 тысяч герц. Удар. Предупредительный удар. В следующий раз я тебе спираль в горло вставлю. Если ты мне посмеешь так ответить. В хорошем месте. Он рычит. Рычит? Да. Ему больно. Ему не нравится. Хорошая вещь. Очень много вещей, которые тебе не понравятся сегодня. Я тебе рекомендую не испытывать мое терпение всякими личными движениями, рычанием и тому подобное. Потому что я тебе просто заберу эту возможность вообще делать. Ты не сможешь рычать. Будешь шипеть. Стоять как лизард. Итак. Сколько находился в биопуле ящер вместе с гуманоидом и этой подключкой в общем? 12 ящер, 14 гуманоидов. Сколько бес находился? Какой бес у нас, Вера? Бес восьмой. Да. Бес меньше четырех лет. Три года восемь месяцев. Хорошо. Инкуб, сколько ты находился в этом биопуле? Инкуб прижился давно. Не может сосчитать. Ты посмотри. Мы уже давно сроднились. 20 лет как минимум. 20 лет. Хорошо. Сколько лизард находился в этом биопуле? Четыре года. Понятно. Как реверс? Закончен. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса монана забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. Один, два, три. Все, что на чистоте монаны находится мощным потоком, пошло назад. Усилию потоки в 50 раз. Не очень много энергии поступает. Эта конструкция, которая была у нее, да. Они же сказали, они ее сожрали, соответственно. Эта золотая, которую он ел. Ты пропала, что я только золотая услышал. Которую энергию ел ящер. Она золотая, насыщенная энергией. Как густая такая. Идет назад. Ну, ничего. У монаны будет сегодня возможность отблагодарить их. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Лизард. Ты где сидел? В сердечной чакре? Да. Сердце. Выходи, вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Докладай о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером. Несколько миллионов герц. И если вдруг кто-то что-то оставит. Хоть малейший проводок. Он просто сгорит по каналам. Я вас предупредил. У него качели. От горла идут. Сидит и на них качает. Ты раскачивал эмоции? Раскачивал эмоции. Перекрывал горловую чакру. Она сказать не могла высказать. Вот и причина этой перекрывания голосовой чакры. Хорошо. Подавляла сама высказывание она. Не без твоей помощи. Копила эти высказывания. Этим он питался. Копила невысказанность. Понятно. Все снял. Инкуб. Выходи. Все снимаешь. Что ты оставил в ее биополе. Все накидки, подключки. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Малейшая глупость. Тебе обойдется очень дорого. Я тебя сразу предупреждаю. А он с нее снимает как ее портрет полностью. Целый рулон скатывает. Готов? Хорошо. Бес. Где находятся лярвы биополе? Мананы? В горло. Они живут. Ты хочешь получить эти лярвы? Хочешь ты. Выходи сначала. Вытаскивай все, что я оставил на месте. Доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. У него колготки и внизу в ногах пальцы. Они как порванные. И он их зашивает иголками. И что это такое, черт? Бес. Вернее. Что ты там зашиваешь? Она ждет реакция. Какая последует? Кольт иголками. Аааа. Боль идет по всем этим колготкам. Все понятно. Хорошо. Манана теперь знает и причину этой боли. Он все снял. Разрешаю тебе забрать все лярвы. Забирай и возвращайся назад. Приступай. Она ее терпила назвал. Терпила в том плане, что она не высказывает свои мнения и терпит какие-то оскорбления с другой стороны, да? Я давно ее знаю. Давно за ней наблюдал. Ну так как? Ответь на мой вопрос. Живая там, где она живет. Мы сегодня чистим там, где ты живешь. Соответственно, тебе придется еще со мной поработать. Терпит много, а главное, зачем непонятно. А зачем непонятно? Хорошо. Действительно, Манана. Чего вы терпите? Даже ей сама непонятно. Ну, я полагаю, ей перекрывали голосовые чакры. Сейчас этого когда не будет. Нельзя ей терпеть такие вещи, что задевает достоин. И раньше терпела. Он снял все лярвы. Надо защищать и свою энергию, и свою душу. Это очень важно. Скэнер, просканируй сейчас Манану на чистоте ящера, гуманоида, шара и сетки. Что-нибудь осталось незамеченным в их биополе. Пошло сканирование. Нет, все вышло. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Мананы с ящером, гуманоидом, шаром и сеткой, бесом, инкубом и лизардом. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. И скэнер дай мне сейчас полонту души Мананы. 86. 86%. Хорошо. 14 не хватает. А это несколько копий. 2. 2, да. Им надо 6-7%. Готово. Включая внутренний биосвет Мананы этих сетов, она выдавливает из себя все негативные патогены низкоэбрационной чужеродной остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Чем занималась тонкая копия, вернее копия ее, ящер, которую ты украл? 2 копии там. Чем они занимались в твоем мире? На каких работах они работали? Обслуживали. Обслуживали или прислуживали? Прислуживали, обслуживали. А, вот как, хорошо. Это для Мананы. Спрашивай, чтобы она знала. Человеческие души прислуживали ящерам. И ты все такую иллюзию себе вот это возомнил, что ты чуть ли не абсолют, да, ящер? И тебя вся такая гордость распирала от твоей всевластности. А тут мы пришли. Представляешь, какой случился конфуз. Итак, вышел шар, Вера? Да, вышел. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растаряя. Поздаю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Манане, помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает все каналы, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растаряя. Хорошо, бес. Кто еще находится в квартире Мананы? Кроме беса. Инкуба лизарда там нет. Вы-то присутствуете ящер с гуманоидом? Значит, мы чистим ее комнату. В комнате есть порталы, через которые ходит бес. И в комнате есть плата гуманоида. Вот, хорошо. Понятно. Значит, отдай бес. Я тебя сейчас отпускаю в квартиру, собираю все в этой комнате, которую мы сегодня чистим. Отключайся лучше сразу, потому что я буду устанавливать там потом все, запечатывать и ставить такие защиты, от которых ты сгоришь. Поэтому рекомендую тебе все собрать. После этого ты мне покажешь все порталы. И я тебе сейчас беру в дорогу негатив из этой комнаты. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Мананы. 1, 2, 3. Бес уходит туда. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Инкуб. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Лизар, ты больше не придешь сюда. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, Манана, я обращаюсь к вам. У вас украли, в общем, 46% души. Мы вернули уже часть. Сейчас стало 86. Все равно не хватает 14% души. Вы готовы изъявить свое намерение вернуть свою душу? Очень хочу. Силой моего намерения выстраиваются прямые каналы от Мананы к ее частичкам души. Один, два, три. И реверсом забираем. Все частички души мощным потоком пошли назад. Один, два, три. Весь биоматериал. Все родные энергии. Все, что на чистоте Манана находится мощным потоком, пошло назад. Усили потоки в 50 раз. Все возвращаем по праву. О ней такая информация идет, что она свою душу раздает. Бесхребетная, бесхарактерная свою душу раздает. Хорошо, предупрежден, вооружен. Теперь Манана знает, что ее надо изменить. Если она хочет. И вернулись энергии. Отлично. Скэнер, дай мне полноту души Мананы на настоящий момент. Она сейчас дышит, пытается их... Гармонизировать? Ну да, каким-то путем к ним. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется все равномерно. Готово. Они нашли свое место, так сказать, в ней. Правильно. Сто процентов они. Сто процентов. Отлично. Хорошо. Итак, мы сто процентов в хорошем месте. Значит, ящер. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь долгожитель. Гомоноицариона Сириуса, который сам не знает, откуда он. 14 лет, находился в биополе. Ящер 342, 12 лет. Шар из энергии. Сетка была на ней. 46% души вернули. Вижу. Забираем. Есть и другие у них. Есть, они сказали. Есть и другие. Да, конечно. Ли, а когда вы их забираете, они вам отдают потом все эти души? Не нам отдают. Душа возвращаем. А, вот как. Я понимаю. Делаем все возможное. Все. Но это в их интересах иначе. Человек безболезненно получил свою душу. То есть практически с каждым интерферентом, который мы тебе передаем, наверняка это все... Проходит большая работа. Понятно. Благодарю тебя. У них есть свои правила и законы, по которым есть протоколы. Да. Как работать и возвращать душу. Забрали их. Отлично. Целыми передали. Целыми получили, целыми передали. Отлично. Идем дальше. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Манана. Мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? Очень по-другому. Эти энергии внутри меня, они двигаются. И если я двигаюсь, они перемещаются по-другому. Это приятное ощущение и в то же время настолько новое, что я вся сияет радости. Благодарю вас за эти слова. Так и есть. Последние 20 лет вам было трудно добраться до своих родных энергий. Сейчас они у вас есть. После сеанса наш администратор перешлет вам рекомендации. У нас есть обучающее видео на канале. Теперь, когда вы чисты, у вас все получится. Сбрасывайте каждый вечер негатив перед тем, как идти спать. Каждый вечер. У нас кураторы в комнате. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мужчина. Мы приветствуем куратора или учителя Мананы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Мир вашему дому. Я приветствую вас. Вера, повтори. Я повторю. Мир вашему дому. Я приветствую вас и рад находиться здесь. Я просто рад. Я счастлив. И прошу минуту общения с моей подопечной. Как нам к вам обращаться? Пол. Пол. Приветствуем вас, уважаемый Пол. Мы очень рады вашему визиту. Пожалуйста, обратитесь к своей подопечной. Я бы хотел сказать, откуда твоя душа. Твоя душа гибридная, ангельская душа и солнечная душа. Твоя душа требует определенного ухода. Это энергии, которые нужно балансировать и гармонизировать внутри себя. Белые ангельские энергии и желтые энергии солнца скручивать вместе в стержень, который наполняет тебя, балансирует, ни в коем случае не перегибает в одну или другую сторону. Эти энергии и пополам в тебе. Одни данные, чтобы ты делала добро и светила. Другие данные, чтобы лучами защищалась и гармонизировала этот свет. Это важно для тебя. Как ты сгармонизируешь и сбалансируешь внутри своей энергии, так ты и будешь себя чувствовать. Если ты испытываешь отчаяние, грусть, негатив или плохие мысли, активируй свои солнечные энергии, которые сожгут нехорошие мысли и добавить света в твою жизнь. Можно много говорить про эти энергии. На начало положено, ты знаешь, кто ты. И я не смею вас больше отрывать. Благодарю за эту маленькую, короткую встречу. Уважаемый Пол, одну секундочку. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, которую нельзя нарушать. Каждому куратору, каждому учителю, который посещает нас, приходит сюда, к своим подопечным, и всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Полу, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его советы своей подопечной, просто на добрые воспоминания об этой встрече. О да, я с великой радостью приму эти плоды и подарок от вас. Со своей стороны, как куратор, низкий вам поклон и благодарность за очищение этой души. Во благо. Я не прощаюсь, я говорю, до скорых встреч, возможно, на каком-то этапе. Мана нас озреет для встречи с куратором и задаст ему свои 10 вопросов. Мы обязательно вас пригласим, уважаемый Пол. Благодарствую вас за это внимание. Благодарим и мы вас, и я говорю, до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Манана, ваш куратор, посетил вас и дал от себя пару советов. Как вы эту встречу оцениваете? А я плачу, я чувствую эти энергии, они действительно во мне, и эта информация мне к сердцу и очень нужна. Благодарю вас. Визуализируйте эти энергии, они проходят вдоль позвоночника, вы должны об этом знать. Там они присутствуют, вы можете их расширять, сжимать и сжигать негатив только одним своей мысленной командой. Но для этого надо себя ими заправлять, для этого ежедневно. Мы дали вам цифры, сколько вам нужно энергии на день, какая частота вибрации, визуализируйте этот процесс. Обязательно после заправки энергии синхронизируйте, гармонизируйте. Ну и как я и сказал, все негатив выдавливается вечером, открываете воронку, сбрасываете этот шар с этими обидами, негативом и всем остальным и закрываете все. Через 5 минут, 3 минуты вас, вы как чистенькая, как будто ничего и не было. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, сразу перейдем к чистке вашей комнаты. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Монана в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она входит в биоробот и говорит, я вернулась в биоробот, чтобы наполнить его счастьем и радостью. Вот это правильно. Готово. Готово.